Всё отопление, обогрев уже дома, идёт через котел. Да, да, да. И вода, и душ, и отопление. Всё. Полная цивилизация нашей жизни. Да. Так что вот так. Понятно, здорово. Президентская программа «Социальная газификация» расширяет свои границы. Всё больше семей по Одинцовскому округу в буквальном смысле ощутили улучшение качества жизни. На этот раз глава муниципалитета Андрей Иванов побывал в гостях у семьи Сенотовых в деревне Богачёва, чтобы лично взглянуть на результат работы и получить обратную связь из первых уст. Аккуратно всё сделали. И восстановили. И восстановили. Да, мы боялись, что жена боялась цветы выкапывать. Всё сделали. Цветы сохранили, ничего не разворотили. Николай Михайлович и Надежда Александровна подали заявку на участие в программе ещё в 2021 году. В августе 2022-го специалисты МОЗ «Облгаза» приступили к выполнению работ. А уже 2 декабря состоялся пуск. В реакторе нет никаких, единственное, что такое, как бы, мандараш, что поскорее будет. У вас же пуск произошёл в декабре? Да, уже два месяца уже. До подключения дома к газу им приходилось использовать котлы – электрический и угольный. На тот момент это была дорогостоящая необходимость. Зато сейчас затраты на отопление резко снизились. По словам хозяев, с подключением голубого топлива жизнь заиграла новыми красками. В доме стало уютнее и заметно теплее. Нашему удовольствию нет предела. Мы довольны. Всего с жителями Богачёва подписано 72 договора. На сегодняшний день состоялось 27 пусков. Остальные дома в работе. На сегодняшний день в Одинцовском округе газ подведён к 4961 домовладению. В 1003 из них осуществлён пуск газа. С 2021 года в муниципалитете построено около 157 километров газопроводов. В 2023-м работы в данном направлении продолжатся. Программа «Социальная газификация» официально объявлена бессрочной. Елена Краева, телекомпания Одинцова.